Ну что, друзья, как видите, я нахожусь все еще в Грузии, вот здесь горы, сейчас я нахожусь в Боржоми, но находясь в Грузии, я постепенно становлюсь грузином. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, что я хочу сказать, что я зарегистрировал ИП в Грузии. Как это случилось? Ну, довольно случайно, можно сказать. Я просто был в банке и увидел молодого человека, который, ну, русский явно, и он открывал счет для ИП. И, ну, он спрашивал какие-то вопросы, я просто, когда он, ну, завершил свои дела, я подошел к нему и спросил, вообще говоря, что он делает, зачем, как. И он мне рассказал, что, в принципе, выяснилось, что он мой коллега, в общем-то, тоже продает какие-то обучающие курсы, и он решил зарегистрировать ИП в Грузии. Я говорю, ну, ты, наверное, давно в Грузии, надолго? Он говорит, ну, нет. Я, говорит, там, приехал, там, пять дней назад, там, или прилетел, а, соответственно, послезавтра уже уезжаю. Вот, такой парень. И я что-то задумался, а почему бы мне не открыть ИП в Грузии? Что это дает? Смотрите. Ну, во-первых, это адрес, юридический адрес, то есть я, как бы, получаю адрес, я получаю ИНН, что важно, и, ну, естественно, как ИП я могу открыть счет в банке и организовать эквариинг, то есть прием платежей уже из других стран, с других карт на свой счет валютный в Грузии. То есть я могу продавать уже свои, ну, курсы какие-то или что-то еще, какие-то авторские работы уже, ну, по всему миру. У меня есть идеи, как это организовать, как организовать бизнес через интернет. Очень интересно. Я, наверное, буду об этом рассказывать. Ну, а если вы захотите тоже открыть какой-то вот, ну, бизнес малый и так далее, я взял контакт, наверное, смогу поделиться, обращайтесь. Ну, обращаться надо, наверное, через телеграм-канал. Вы увидите ссылочку вон там на топлинк, где все мои контакты. Обращайтесь в личку, наверное, договоримся. Сколько это стоило? Это стоит немало, на самом деле, потому что я обратился к юридической фирме, которая делает все-все-все за меня процедуры. То есть, ну, парень дал мне эти контакты. Фирма делает все-все-все процедуры. Я сейчас вот думаю, можно ли это все сделать было, не приезжая в Грузию. Кажется, кажется, можно. Я выясню это еще. Вот. Все произошло очень быстро. Значит, ну, он дал мне контакты. Я позвонил. Дальше девушка подготовила договор. Ну, стоило это в районе 500 долларов, надо сказать. Вот. Девушка подготовила договор. Мы подписали. Я заплатил деньги. Тут же уже у подъезда стояло такси. Мы поехали тут же во дворец юстиции. Там взяли номерок. Тут же нам, значит, все необходимые действия произвели. И сказали, что на следующий рабочий день ты получишь там, ну, две или три смс-ки. Что, в общем-то, и было произведено. Что дает еще ИП? Дело в том, что вот моя деятельность подпадает под льготы по налогообложению. И налогообложение следующее. Один процент с оборота. Вот что важно. Вот что меня зацепило. Один процент с оборота. То есть поступающие платежи. Но в размере не более там, что-то, 500 тысяч грузинских лари. Это где-то в районе 180 тысяч долларов в год. Оборот должен быть. И вот этот вот льготный режим сохраняется в течение там, ну, если я превышаю вот этот вот оборот в год, то, соответственно, с превышением оборота 3% берется уже. Но если я превышаю там, то, в общем, на третий год у меня уже лишают этого статуса льготного. И тогда уже 20% не с оборота, а доходы минус расходы. То есть вот такое налогообложение в Грузии для ИПшников. Ну, в принципе, мне кажется, я пока еще не превышу этих лимитов. Ну, а если превышу, буду думать. Вот такая история очень интересная. И на самом деле это являлось, в общем, можно сказать, одной из основных целей, ради которых я приехал, собственно говоря. Ну, и посмотреть опять же на Грузию и встретиться с дочерью, которой каникулы сейчас в Чехии. Ну, а сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Оставайтесь на моем канале. Буду продолжать информировать вас о продолжении всего. Ну, скоро вернусь на самом деле. До встречи. С вами был Демитков Юрий. Демитков Юрий.